Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Довольно часто случается так, что в партии двух шахматистов разного класса игрок, который уступает в силе своему сопернику, получает пассивную, но довольно крепкую позицию, которую пробить весьма сложно. В этом случае от шахматиста более высокого уровня игры требуется изобретательность и определенное терпение для того, чтобы достичь своего. Сегодня мы с вами рассмотрим типичную для подобных случаев партию, которая была сыграна в зональном турнире в Дублине в 1957 году. Белыми играл известный югославский гроссмейстер Светозар Глигорьевич, постоянный участник претендентских циклов того времени. Черными английский шахматист, международный мастер Конел Александр. Конечно, фаворитом в этой паре считался югославский гроссмейстер, но, как покажет в течение этого поединка, реализовать преимущество в классе не всегда просто. Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ф6. Русская партия. Д4 играет Глигорьевич, Конь Е4, слон Д3, Д5, Конь бьет Е5. В итоге каждый из соперников занял свой форпост на открытой вертикали Е. Черное поле Е4, белое поле Е5. Черные могли сразу сыграть Конь Д7, борясь против централизованного Коня соперника, но Александр играет слон Д6, пытаясь как можно быстрее сделать короткую рокировку. Глигорьевич же ставит Коня на С3. Известный специалист русской партии Сергей Макарычев в 1976 году в подобной позиции сыграл Конь бьет С3. И после БЦ пошел Конь Д7. 2-0-2-0, ладья Е1, С5 и черные получили примерно равные шансы. Но в нашей партии Александр решил отвести Коня на Ф6. Он покинул свой форпост, просто потеряв время, так как белое сумели вывести Коня на С3 и следующим ходом делают рокировку. После Конь С6 защищают своего коня ходом ладья Е1 и создавая при этом угрозу отскока этого самого коня. Черные делают рокировку слон Ж5. Инициатива белых развивается очень стремительно. Угрожает взятие на Д5, поэтому черные вынуждены поставить слона на пассивную позицию поле Е6. Что же делать дальше? Заслуживал внимание размен на С6 и Конь А4 с переводом Коня на С5. В то время как активная возможность ладья Е3 была далеко не лучшим выбором. Черные играли А6 и прогоняли слона белых, так как типовая жертва на А6 не проходит. После слон Е5, ДЕ, Конь Ж4, тройная вилка, слон Ф4, жертвуется качество Ф4 и белым вряд ли удастся что-то получить на королевском фланге. Но Светозар Глигорьевич сыграл Конь Б5, напав на слона. Конечно, в подобных позициях слон сильнее коня, поэтому Александр прогнозируемо отошел на Е7, слон Ф4. Глигорьевич вновь создает угрозу. Он хочет разменяться на С6 и забрать на С7. Это одна из ключевых позиций данной партии. Здесь черным нужно было сыграть Конь Б4, напасть своим конем на слона соперника и после его отхода сыграть А6. После Конь С3, С5. У черных довольно неплохая игра. Но вместо того, чтобы сыграть активно, черные идут на уступки. Александр забирает Коня. И Глигорьевич, конечно, берет его пешкой, нападая на Коня Ф6. Тот отходит С3. Белые ставят Коня на Д4 после ладья Е8. Конь Ф8, Ферзь Аш5. Если здесь сыграть С5, то размен на Е6, ладья Е3 и атака белых очень опасна. Поэтому английский шахматист играет Ж6, нападая на Ферзя. Но тот становится на очень удобную позицию, Аш6. В ближайшее время согнать с этого поля белого Ферзя черным не удастся. Ферзь Д7 играет Александр. И слон Ж5. Сильное позиционное решение. Белые создают угрозу вторжения на Ф6. И далее мат на Ж7. Поэтому черные вынуждены разменять своего хорошего чернопольного слона. Александр забирает на Ж5, Ферзь Ж5, Ферзь Е7. И здесь, конечно же, Глигорьевич не меняет Ферзей. Он прекрасно понимает, что его инициатива сохраняется лишь при наличии сильнейших фигур. Поэтому отходит на Ж3. Если черные пойдут С5, нападая на Коня, то тот отходит на Б5 и внедряется на Д6. Поэтому слон Д7 сыграли черные. С идеей пойти С5. Белые же играют Ф4. И на С5 отходят на Ф3. Угроза Ф4, Ф5 достаточно неприятна. Но, видимо, меньшим из зол был отход короля на Х8. В то время как Александр сыграл Ф7, Ф5. Видимо, он надеялся на взятие на проходе. В этом случае черные получали открытую вертикаль Е, но белые заходили конем обратно на Е5, возобновляя господство белого коня в центре. Впрочем, Глигорьевич сыграл иначе. Вместо того, чтобы взять на проходе, он пошел слон С2. Его идея перевести слона на Б3, создавая давление на пешку Д5. В то время как у белых появилась защищенная проходная пешка Е5. Король Х8, играют черные ладья Д1, нападая на пешку и слон С6. Конь Ж5, конь Е6, взяли, забрали. Далее идет весьма неторопливая маневренная борьба, в которой Глигорьевич в конце концов сумел доказать преимущество своего белопольного слона над одноименной фигурой соперника. Проследите за действиями югославского шахматиста. Он играет ладья Д2, кажется, хочет просто сдвоиться по вертикали Д. Но тем самым Глигорьевич пропускает слона на Д1. И после А5 играет слон Д1, переводит слона на Ф3. После ладья Д7 ферзь Ф2, нападая на пешку. Конечно, не хочется отводить ферзя на Е7, потому что белые получают возможность продвинуть свою центральную пешку. Поэтому Александр играет Б6. Своим маневром ферзя Глигорьевич лишил слона соперника опоры, что скажется в дальнейшем. Х3 пока играет югослав. Его идея сыграть король Х2 и Ж4. Конечно, в самый удобный для себя момент. Ладья Д8, ферзь Х4. Играть Д4 плохо, потому что после размена на Ц6, белые двигают вперед свою проходную. Ладья Д6, ферзь Ф6 шаг. И далее после ферзь Ф7, Е7. Ладья отходит, ферзь Ф8 и белые ставят мат. Блокадное положение ферзя убивает всяческую активную игру со стороны черных. Они вынуждены маневрировать своими ладьями. Ладья Ф8. Играют черные, защищая поле Ф6. Король Х2, ладья Ж7, ферзь Ж5, ладья Д7. Ладья ЕД1, король Ж7. Черные стоят на месте, в то время как белые постепенно усиливают свое положение. Ферзь Х4. Играет Глигорьевич. И здесь черные не выдерживают. Лучше было пойти Х6, защищая поля Ж5 и Х5 своими пешками. Но Александр играет Х5. Видимо, ему очень не нравился ресурс Ж2, Ж4. Там у черных появляется идея ладья Х8. Но, конечно, освобождается поле Ж5. И белый ферзь с комфортом занимает эту позицию. Король Х7, ладья Е1, ладья Е8 и, наконец, Ж4. Улучив момент, когда черный король находится на вертикали Х, перекрывая эту линию, Глигорьевич приступает к решительным действиям. После вскрытия вертикали Х, черные играют король Ж8, но король Ж3. Ладья Х7 и С4. Здесь как раз и сказывается неустойчивое положение черного слона. Дело в том, что если забрать на С4, то последует удар ладья Д6. И позиция черных рушится. Немногим лучше Д4. Белые забирают на Ф5, получая выигранное положение. Поэтому ФЖ сыграл Александр, но слон бьет Ж4. И в этой позиции черные сдались. Действительно, положение черных безнадежно. Например, Ф7, СД, слон Д5, ладья Д5, ферзь Д5, ферзь Ж6. Решающий удар, после чего черным можно с чистой совестью сдаться. Вот такая, довольно спокойная, но очень поучительная партия. Светозар Глигорьевич создал сильное давление на позицию соперника. И неторопливое маневрирование в исполнении Югослава все-таки вынудило черных пойти на уступки. В конце концов, Александр непоправимым образом ослабил черные поля на королевском фланге. И Светозар Глигорьевич провел плановый прорыв. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Конечно, партии на этом канале не всегда яркие, но очень часто поучительные. Подобные видео в основном направлены не на увеселение публики, а на повышение ее шахматного уровня. А мне остается попрощаться. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok